Как должны развиваться города? Что нужно сделать, чтобы люди не хотели уезжать? Как строить и развивать территорию? Все эти вопросы в рамках КЭФ обсудили главы многих российских городов и эксперты на круглом столе новая градостроительная политика. Подробности в сюжете далее. Создание цельной, гармоничной городской земли, а не отдельных элементов, на наш взгляд, это основная задача муниципальных властей. Как должны выглядеть современные города? Да. Обсудить этот вопрос на круглом столе новая градостроительная политика собрались мэры, архитекторы, российские и зарубежные эксперты. Красноярск один из первых городов страны, который разработал комплексную документацию, генеральный план, правила землепользования и застройки, проекты планировок микрорайонов. И сейчас очень важно обеспечить соблюдение этих градостроительных нормативов. Новая экономика предъявляет новые требования к городской среде, потому что люди хотят жить в современном городе, в удобном городе, в городе, где существует комплексная застройка. Есть общественные пространства, все то, что необходимо в современном городе. По мнению аналитиков, развитие каждой территории зависит от того, какими ресурсами она обладает. Для муниципалитета это в первую очередь горожане. И чтобы они связали свою судьбу с одним городом, нужно создать все условия для комфортной и активной жизни. У каждого муниципалитета свой механизм создания таких условий, однако опыт других городов в этой работе имеет большое значение. Транспортная схема, управление процессом перевозок, вы шагнули вперед нас. И мы хотели бы тоже познакомиться с таким опытом. У нас тоже есть чем поделиться в нашем городе. И сегодня я приехал в том числе с начальником департамента архитектуры города для того, чтобы а. перенять опыт и б. высказать то, что сегодня есть у нас передовое. Но говорили и о сложностях, с которыми сталкиваются все города. Если перефразировать классика, то все сибирские города счастливы своими особенностями, но проблемы имеют одинаковые. Новосибирск развивается очень интенсивно. У нас осталось мало свободной земли для комплексной застройки. Думаю, что это общая такая тенденция для наших сибирских городов. И сейчас речь идет о том, чтобы заниматься теми участками, где старое ветхое жилье, развитием застроенных территорий, РЗТ, создавать программы. Круглый стол проходил параллельно с деятельностью рабочей группы госсовета под руководством губернатора Долоконского. Все рекомендации на нем передадут для формирования плана работы по совершенствованию законодательства на федеральном уровне. Юлия Лебедева, 7 канал.